всем привет вы решили завести попугаи не знаете как правильно выбрать я хочу дать вам несколько советов не важно где вы будете покупать птицу на рынке за магазине или у заводчика на дому важно выбрать здоровый к вашему примеру попугай неразлучник это птица ручная на ней все буду и показывать если будете выбирать другого попуга то эти все параметры тоже подойдут и другой породе попугая на что обращаем внимание птица должна быть подвижная а не сидеть где-нибудь в углу клетки или на полу клетки нахохлившись дыхание должно быть ровным спокойным с легким поддергиванием хвостика если птицу посадили только в клетку да она мечется в разные стороны в таком таких условиях будет тяжело посмотреть его дыхание надо дать ей какое-то время пока она успокоится и посмотреть как это все происходит оперение должно быть чистые и без торчащих перьев все перешки должны прилегать друг другу но есть исключение если птица в линьке на данный момент этот попугай тоже линяет то перо будет немного взъерошено местами вообще она отсутствует там вырастает другое перо все это заметно все это надо учитывать при выборе попугая смотрим глаза глаза должны быть широко открыты без покраснений без выделений без всяких наростов вокруг глаз берем птицу руки если вы это не имеете правильно делать или никогда это не делали просите хозяина чтобы взял птицу руки смотрите здесь все должно быть чисто никаких выделений никаких загрязнений смотрим при это лапки птицы все должно быть тоже чисто без наростов без искривлений коготки смотрим все целое все на месте также в руках как пока держите птицу но же самое главное определите упитанность здесь киль покелю можно определить упитанность птицы я привожу специальную таблицу с помощью этой таблицы вам будет легче определить упитанность птицы вот это киль по бокам от киля прощупываются грудные мышцы у молодого попугая после вылета из гнезда значение будет примерно ближе к этому а норма восстановится примерно через две-три недели перед вылетом птенцов родители уменьшают им дачу корма таким способом них выманывает гнезда чтобы они покинули и при этом они могли свободно читать или порхать с места на место смотрим ноздри у неразлучникова они спрятаны под покровом перья никаких выделений из них не должно быть также и здесь ушные проемы или раковины сих тоже не должно быть никаких выделений это тоже важно при выборе птицы клюв тоже должен быть без наростов правильной формы просим развернуть крыло все перья должны быть на месте ровные красивое оперение должно быть если птица конечно не в линьке если птица в линьке некоторое перо может отсутствовать еще при выборе попугая важную роль играет погода если вы выбираете попугаю в зимнее время в осеннее дождливую погоду и это на рынке или где-нибудь у заводчика то птица может сидеть клетки нахохлившись это надо тоже учитывать а также если это лето в жаркую погоду она может тяжело дышать от жары даже расставлять крылья это тоже надо учитывать буду рад если кому-то из вас мои советы пригодились всем удачи в следующем видео расскажу о возрасте неразлучников как правильно выбрать молодого неразлучника